МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В администрации прошло заседание общественного совета. Селфи с профи в погонах. В Дворце детского творчества подвели итоги фотоконкурса. Кто такой настоящий защитник мнения жителей города? Далее расскажем обо всем подробно. В администрации прошло заседание общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Основное внимание уделили вопросу финансирования работы советов на квартирных домах. На сегодняшний день в нашем городе, в большинстве домов, где есть такие советы, председатели и его помощники выполняют свои обязанности на общественных началах. Однако, согласно законодательству, на общем собрании может быть определена возможность денежных выплат тем, кто берет на себя ответственность за контроль содержания общедомового имущества. Электропроводка, счетчики, опрессовка системы отопления – все от подвала до крыши в зоне ответственности Нины Николаевны, председателя Совета многоквартирного дома. Главная обязанность Совета – это контролировать управляющую компанию и указывать чиновникам на коммунальные проблемы, которые требуют немедленного решения. Ради блага своего дома инициативные жильцы готовы свернуть горы, считает Нина Николаевна. Законодатель везде определил, что качество работы управляющих организаций, качество работы ремонта оценивают собственники. Вот для этого стали нужны советы домов. Уйдя на пенсию с руководящей должности, Нина Николаевна тут же включилась в общественную работу в своей многоэтажке. Вся документация строго по папкам. По управляющей компании отдельно, по фонду капитального ремонта – отдельно. Совет дома, он работает на обеспечение, так скажем, положительной деятельности управляющей компании. Все работы, которые проводятся по дому, их все председатель совета должен принять, иначе они не будут даже оплачены. Председатель совета – это связующее звено между жильцами и коммунальными службами. Изучение жилищного законодательства, методических рекомендаций, участие в заседаниях, изучение проблем соседей по дому – на это уходит почти все свободное время. На очередном заседании общественного совета по ЖКХ вопрос о выплате вознаграждения участникам Совета многоквартирного дома, в том числе и председателю, вызвал бурное обсуждение. Он затрачивает свое личное время, он затрачивает свои какие-то материальные ресурсы, то есть он здоровье, он работает, он работает. И он, ну, должен, может быть, если изучать. То, что общественная работа Совета многоквартирного дома стала важным элементом в системе жилищно-коммунального хозяйства, уже не вызывает сомнений. Но механизм выплат денежного вознаграждения пока не отлажен. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Еще одна акция «Ко дню защитника Отечества» прошла в рамках городского проекта «Профтренд». Во Дворце детского творчества подвели итоги интернет-фотоконкурса «Селфи с профи в погонах». Школьникам предлагалось сделать фотографию с представителем силовых структур и выложить ее в специальную группу ВКонтакте. Благодаря акции ребятам удалось познакомиться с уникальными профессиями, такими как контрразведчик ФСБ, начальник специального управления противопожарной службы, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка. В конкурсе «Селфи с профи в погонах» ребята смогли поучаствовать в самых разных номинациях «Профессия в окне», «Порядок и закон», «Спасатель профессии по призванию» и другие. Ирина Машкина, сделав фотографию со своими родителями, стала победителем в номинации «Есть такая профессия – Родину защищать». Принять участие в конкурсе девушка решилась, не раздумывая. Тем более, что в будущем она тоже видит себя в погонах. На самом деле родители рассказывали, да и я сама вижу, что у них очень трудный график, очень тяжело это. Но я с детства мечтала стать, например, полицейским. С детства хотела помогать людям и, в общем-то, защищать свою Родину. Вообще хочу сейчас поступить в Нижегородскую академию МВД. Также на церемонию награждения пригласили сотрудников правоохранительных органов и пожарной службы. Ребятам даже удалось пообщаться с представителями в воинской части и Федеральной службы безопасности. Гости рассказали старшеклассникам о своей жизни и работе, а также о структуре каждой службы. В основном, с кем вы встречаетесь на улице, это патрульно-постовая служба, участковые полномоченные, так называемые, Анискины, которые, это службы, которые первые приходят на помощь гражданам. Все участники конкурса получили дипломы и памятные подарки. Также для всех гостей вечера организаторы подготовили интерактивные игры. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Студенты вузов и молодые специалисты могут принять участие в новом проекте госкорпорации «Росатом» «Турнир молодых профессионалов». Он призван привлечь талантливую молодежь к разработке и внедрению инноваций и дать им возможность начать успешную карьеру в госкорпорации, а также найти новые идеи по актуальным направлениям развития бизнеса «Росатома». Требования к участникам – техническая или естественно-научная специальность и возраст не старше 35 лет. Подробнее о турнире можно узнать на отраслевом карьерном портале «Росатома». Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 марта по 31 мая в городской администрации будут принимать заявление на получение разовой выплаты ко Дню Победы. Соответствующую бумагу за ветерана может подать любой из его родственников – доверенное лицо или социальный работник. Более подробную информацию можно получить по телефону 97726 и 99040. Организаторы проекта «Десять песен атомных городов» выложили новый клип. На этот раз музыканты исполнили песню Лизаветы из фильма «Александр Пархоменко». По традиции в записи клипа приняли участие музыканты из всех закрытых городов атомной промышленности. «Саров» представила воспитанница детской школы искусств номер 2 Екатерина Козеева. Полную версию клипа можно посмотреть на сайте YouTube. Хоккейный клуб «Саров» проводит на этой неделе первые матчи в серии плей-офф. Напомним, соперником нашей дружины стал «Красноярский сокол». Следить за ходом гостевого поединка 24 февраля можно будет в прямом эфире на официальном сайте «Саровского клуба». Первая домашняя игра пройдет в Ледовом дворце 27 февраля. День защитника Отечества считается профессиональным праздником тех, кто воевал, служил в армии, учился в кадетских училищах и всех причастных к военной службе. Но со временем его стали отмечать все представители сильного пола. Так кто же он такой, настоящий защитник? Какими качествами он должен обладать? И что подарить мужчине на 23 февраля? Наша съемочная группа нашла ответы на эти вопросы. Есть такая особенная дата в феврале, которая не так давно стала красным днем календаря. 23 февраля – День защитника Отечества. Кто отмечает этот праздник и кто же он такой, настоящий защитник? Давайте спросим об этом у жителей нашего города. Любит Родину, умеет постоять за себя, за свою семью. Защитник Отечества – это те люди, которые охраняли нашу Родину. Ну, защищать надо все – аттестат, диссертацию, диплом, цевью. Они на Олимпиаде, они наши защитники. Большой, красивый мужчина, который не косил от армии. Два года Родине отдал. Защитником Отечества может быть и мужчина, и женщина, и даже дети более взрослые. Поэтому праздник для всех. Защитники – кто воевал где-то в горящих точках. Ну и женщины – кто служит. Пока мужская часть населения вовсю готовится к празднику, женская его половина вовсю озабочена выбором подарка. Из списка традиционных подарков к 23 февраля уже давно пропали носки, одеколоны и прочие ненужные предметы личной гигиены. Женщины становятся все более оригинальными. А что дарят своим защитникам соровчанки, давайте узнаем. Если он занимается спортом, можно подарить ему, например, много протеина, завязать ее бантиком. Муж служил в военном воздушке ВВС, и я ему из носков делала самолет. Можно подарить открытку, еще рисунок. И отойти от каких-то уже известных подарков. А что вы подарите своему защитнику, если не секрет? Не знаю, иду, думаю, помогаю по улице. Канал 16 поздравляет всех защитников с их профессиональным праздником. И неважно, надевали ли вы когда-нибудь на себя погоны и принимали присягу. Можно быть отличным защитником своей семьи и близких. Для вас работала Дарья Цапарыгина и Владимир Есеников. Служба новостей Саров, 24. Далее наша традиционная рубрика «Афиша», где отдохнуть, используя провести время в выходные, расскажет Константин Перевозчиков. Не хотите в выходные сидеть дома? Тогда вам Саровский драматический театр. Для самых маленьких там покажут сказку о спящем богатыре. О том, как простой парень Гаврюша стал героем, спас богатыря его невесту, ребята смогут узнать в субботу и воскресенье. Спектакли начнутся в 10 часов. В субботу, 24 февраля, в Дом молодежи приглашает любителей бокса. В 12 часов там начнется турнир на Кубок Руфиацнеев между спортсменами Сарова и сборной республики Мордовии. Год назад бойцы уже встречались, и тогда команда из нашего города смогла держать верх. Получится ли у них повторить успех, или спортсмены из Мордовии возьмут реванш? Если хотите узнать ответ на этот вопрос в числе первых, не забудьте купить билет. И в субботу и в воскресенье маленьких спортсменов, которым уже исполнилось 3 года, ждут на танцевальной площадке парка Зернова. Ее превратили в уютный детский каток. Работает площадка с 14 до 20 часов. Для всех желающих открытые двери в художественной галереи. Как всегда, суббота там будет крайне насыщенной. В 14 часов начнется экскурсия по выставке «На бледно-голубой лазуре» живописца Петра Безрукова. В 15 часов начнется показ анимационного сборника «Вещий сон». Туда войдут ленты Петра и Петруша «Не скажу про Ивана дурака» и сказка, рассказанная уральским казаком своей дочки Жихарка. В 18.00 пройдет экскурсия по выставке «Светлана Ушковой». Станковая и печатная графика, иллюстрации, авторская игрушка и открытка. Каждую субботу в молодежный центр может отправиться тот, кто не мыслит своей жизни без салонных игр. 24 февраля вновь соберутся желающие почувствовать себя настоящим мафиози или шрифом. Начало встреч в 20 часов. На этой неделе можно смело отправляться в кино, в прокате есть что посмотреть. Например, детские 3D-мультик «Гномы в деле». Переезжая в старинный особняк, никто даже не подозревал, что большой дом скрывает маленькие тайны. Садовые гномы, живущие тут веками, защищали наш мир от злобных трогов. У людей не останется выбора, они должны будут присоединиться к великой битве. Российская новинка проката – фильм «О чем говорят мужчины» продолжение. На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из них даже не знают зачем. Посмотревшие говорят, что долгожданное продолжение серии «О чем говорят мужчины» вышло именно таким, каким его хотели видеть. Находчивым, житейским, смешным и в меру лирическим. Полюбившиеся актеры вместе в полном составе. Битва играет где-то за кадром, и это значит, что все удалось на славу. Проводите выходные с... В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Внимание! Мощность реакторной установки 3,2 на 10 минус пятой. Достигнутся минимально контролируемый уровень мощности на энергоблоке номер один. Так на Ленинградской АЭС-2 завершилась подготовка первого энергоблока к энергетическому пуску. Позади остались почти полтора месяца напряженной работы, в результате которой на штатные места были установлены последние конструктивные элементы реактора. Окончен монтаж всех необходимых датчиков внутриреакторного контроля, выполнена теплоизоляция реакторной установки. Кроме того, были проведены более 50 физических экспериментов и исследований, подтвердившие надежность функционирования защит, блокировок и всей системы ядерно-физического контроля и безопасности энергоблока. На заключительном этапе реактор оживили, то есть запустили в нем управляемую цепную ядерную реакцию. Это первый выход в критическое состояние. Фактически реактор начинает работать в том режиме, для которого его и создавали. То есть для того, чтобы вырабатывать электроэнергию, нужно его перевести в критическое состояние, а дальше в критическом состоянии увеличивать его мощность. Постепенное увеличение мощности и начало выработки первых киловатт электроэнергии – это уже следующий этап, так называемый энергетический пуск. Он запланирован на весну этого года, сразу же после получения соответствующего разрешения от Ростехнадзора. И в том, что эта процедура состоится в установленные сроки, сомнений нет. Первый энергоблок ЛАЭС-2 – это самая мощная на сегодняшний день реакторная установка с реактором ВВР-1200 поколения 3+. В этом проекте применены сразу четыре активных канала безопасности, дублирующих друг друга. Устройство локализации расплава, система пассивного отвода тепла из-под оболочки реактора и от парогенераторов. Ни одна из действующих станций в мире не оснащена подобной конфигурацией систем безопасности. Первый аналогичный блок был запущен в конце 2016 года на ново-воронежской АЭС-2. Готовность Росатома запустить в промышленную эксплуатацию очередной блок этого типа еще раз подтверждает технологическое лидерство госкорпорации в мировой атомной энергетике. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях. Вконтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.